Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Павел Бресенев. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Где отдыхать будем? О подготовке городских парков к летнему сезону рассказали на аппаратном совещании в администрации города. Цветы жизни в Магнитогорске продолжают отмечать День защиты детей. Жизнь коротка, искусство вечно. В самом разгаре 20-й фестиваль театров малых городов России. А сейчас об этих и других событиях более подробно. В Магнитогорске состоялось торжественное открытие новой набережной. Она соединила два городских пляжа – парк Увечного огня и Лукоморье. Проект удалось воплотить при финансовой поддержке металлургического комбината. Накануне генеральный директор ММК Павел Шиляев и глава города Сергей Бердников оценили качество работ. Настает торжественный момент. И вот она, долгожданная набережная открыта. Набережная действительно долгожданная. Дорожка длиной порядка 400 метров соединила территорию городского пляжа со спортивным клубом «Металлург Магнитогорск». Павел Шиляев рассказывает, что идея лежала на поверхности. Раньше отдыхающие доходили до конца парка и не могли попасть в Лукоморье. И наоборот, людям приходилось делать большой круг. Поэтому было решено соединить два этих популярных места отдыха. Когда мы приступали к идеям, эскизным идеям этого проекта, сказали, парк должен и внешне выглядеть одинаково. Поэтому мы обратились к городу и вот те дизайнерские наработки, которые были реализованы в этой части парка, плавно переходят в новую. Поэтому, конечно, это совместная работа. Организаторы пошли дальше. Мы говорили, в общем-то, о возможности соединить. Но родилась тут параллельная идея уже и развить еще эту территорию. Это, конечно, опять-таки еще один плюс для города, для нас, для жителей. Но, конечно, это не просто дорожка. Здесь появились уютные места для отдыха, которые уже облюбовали горожане. София с подругами, говорят, давно не были в парке. На каникулах решили сходить. Раньше, когда мы тут гуляли, хотелось, допустим, сходить до Лукоморья, а тут, ну, всего вот этого вот не было. Приходилось очень много обходить. Это занимало достаточно много времени. А сейчас вот мы давно тут не были, пришли, и на самом деле видны очень большие изменения, гораздо больше удобства стало. На самом деле очень хорошо то, что наш город занимается такими вещами, то, что обустраивает, то же самое притяжение, и замечательно то, что делают в нашем городе такие вещи. Но на этом проект не завершен. Сегодня введена в эксплуатацию только первая очередь, а всего их три. Директор спортивного клуба «Металлург» Магнитогорска Дмитрий Шохов показывает. К предстоящему Дню Металлурга здесь установят малые архитектурные формы и лавочки, поставят зонтики и организуют сад камней. Появится пункт проката вейкбординга. А завершит весь проект комплекс водных видов спорта. Продолжаем программу. Благоустройство города, в том числе скверов и парков, стало одной из главных тем аппаратного совещания в администрации. Также на встрече говорили о санитарной уборке Магнитогорска и о мерах социальной поддержки семей с детьми. Подробнее обо всем расскажет Евгения Солохудзинова. На государственном уровне реализуется целый комплекс мер социальной поддержки семей с детьми. Ежегодно они совершенствуются. Об этом рассказали в ходе аппаратного совещания. 1 января 2023 года было установлено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Так называемое единое или универсальное пособие. Это пособие объединило ряд действующих мер в социальной поддержке малообеспеченных семей, как федеральных, так и региональных. О подготовке парков к летнему сезону рассказал директор муниципального автономного учреждения парки Магнитки Александр Иванов. К летнему сезону на территории парков Вечного огня, центрального городского пляжа, экологического парка, парк Южный, была проведена санитарная уборка. Провели противоклещевую обработку мест с массовым пребыванием людей, подготовили места для отдыха посетителей, установили дополнительно мафы, беседки, скамейки, урн. 25 мая в городе был открыт купальный сезон на территории центрального городского пляжа. Вопросам безопасности отдыхающих там уделено особое внимание. Организовано дежурство матроса-спасателей и медицинских работников. Обустроены места для купания детей. Обозначены границы плавания бойковым канатом. Проведена водолазная очистка дна. Проведен лабораторный контроль качества воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. На летний период на территории парков запланировано множество мероприятий и праздников. Действительно, есть на что поглядеть, есть где отдохнуть. Это радует наши жители. Действительно это видят и сегодня все это отмечают. Продолжаются в городе работы по покосу газонов, посадка и полив цветов на городских клумбах. Цветочная рассада уже высажена на 27 объектах города из запланированных 53. Для проведения уборки городской улично-дорожной сети предусмотрен комплекс работ, в который входят такие работы, как очистка тротуаров, парковочных и заездных карманов, очищаются парки и скверы, собирается и вывозится бросовый мусор, осуществляется покос травы на улично-дорожной сети города и общественных территориях, высаживаются цветы на клубах города, проводится ямочный ремонт. Завершил аппаратное совещание Сергей Берников на менее позитивной, но не менее актуальной ноте. Призвал магнитогорцев быть аккуратнее с огнем в жаркие летние дни. К сожалению, не проходит ни одного дня без пожаров. Значит, горит трава, горят садовые домики в основном. Это все наши отношения, это все человеческий фактор. Евгения Солохудинова, Владимир Ровенский, телекомпания, ТВИН. Как и по всей стране, в Магнитогорске прошла очереда праздников, посвященных Дню защиты детей. Интересно и увлекательно его провели школьники из городских лагерей, посетив детский развлекательный центр «Лазертаг Космоленд» на центральной городской ярмарке. Чем запомнится им первый день лета, узнавала наша съемочная группа. Уже с первых ступеней здесь царит атмосфера космоса. Перед посетителями открывается настоящий парк развлечений со своими супергероями и игровыми площадками. А здесь они на любой вкус. Здесь прикольно, особенно поиграть в хоккей с друзьями. Здесь даже есть боулинг, что до некоторых центров это очень редкость. Здесь очень прикольно, здесь всякие игровые, лазертаг. Сегодня очень классный праздник, первый день лета. 1 июня – особенная дата. Это не только Международный день защиты детей и первый день лета, но и открытие смен в детских городских лагерях. Сегодня открытие городского летнего лагеря «Солнышко». И сегодня мы с нашим лагерем, с нашими отрядами приехали отпраздновать день лета, день защиты детей, открытие лагерной смены в «Космоленд». Детям здесь очень нравится. Программа на лагерь у нас обширная. Много развлечений. Я думаю, что все будут останутся довольны. Для детей подготовили насыщенную развлекательную программу. Пока одни посещали планетарий, где показывали детские сказки и знакомили с космосом, другие стреляли из лука и гигантской рогатки. Желающие играли в аэрохоккей и забрасывали баскетбольные мячи в корзины. Но больше всего детей впечатлила новинка этого сезона – популярная игра «Лазертаг». А так-то здесь классно. Я очень люблю космос, так что для меня это хорошо. Я бываю здесь часто. «Лазертаг» очень прикольный. Я тут отмечала у младшего брата день рождения. Его зовут Ярик. Ярик, привет. Сейчас мы в летнем лагере. Мы были в «Лазертаге». Сейчас пойдем на автоматы. Мне тут очень нравится. Они с удовольствием делятся впечатлениями и планами на лето, ведь впереди, пожалуй, самое беззаботное время – летние каникулы. Я сделала себе список, что делал на лето и буду их выполнять. Я буду читать. Буду кататься с друзьями на велосипедах, купаться и отдыхать. Знаешь, как проведешь летние каникулы? Скорее всего, буду приходить почаще сюда. В «Лазертаг» Космолэнде всегда рады гостям. Микровой центр работает ежедневно. Здесь могут организовать любой праздник. Впрочем, для отличного настроения повод не нужен. Ольга Аникина, Александр Макаров, телекомпания «ТВИ». Рецепт хорошего настроения. У детской поликлиники номер 5 состоялся яркий праздник, посвященный Дню защиты детей. Мальчишки и девчонки приняли участие в забавных конкурсах. От души потанцевали, попели и поиграли, а также получили подарки от организаторов. Руки на пояс! Раз, три, четыре, пять! Если поход к врачам, то только такой. Маленьким пациентам поликлиники номер 5 в День защиты детей повезло. В качестве приятного бонуса после процедур, прививок и осмотров они получили приглашение на детский праздник, организованный прямо у входа в медицинское учреждение. И мы традиционно уже много лет поздравляем детей и посетителей нашей поликлиники, и вот отряд, который рядом с нами, летний школьный лагерь, приходит к нам, устраиваем игры, викторины. И ждем детей не только, когда они заболеют, но и с профилактической целью на прививки, на профосмотры. Медицинские специалисты и педагоги лагеря дневного пребывания Правобережного центра дополнительного образования детей подготовили для ребят разнообразную развлекательную программу, в которой было место конкурсам, песням и, конечно, заводным танцам. Локти согнули, спины прогнули. Чучай! Такое времяпровождение, уверены дети, лучшая профилактика простудных заболеваний. Уровень гормона счастья в крови увеличивается, повышается общий тонус организма и, конечно, иммунитет. А солнечные ванны помогают синтезироваться в организме витамину D, который нам жизненно необходим. Мне понравилось прыгать, катать, бегать. Отлично, все было весело, наше сентября программа. Мне нравятся вот такие праздники, позитивные. Понравилось, когда там передавали шарик, полянка понравилась. В завершении праздника все участники получили небольшие подарки, сладости и воздушный пластилин для реализации творческих идей. Евгения Солокудинова, Георгий Бадаев, Телекомпания, ТВИН. Дети нарисовали мелками на асфальте, каким они видят свое лето. На территории городского курорта «Притяжение» состоялся большой праздник, приуроченный ко Дню защиты детей. Его для мальчишек и девчонок организовали благотворительный фонд «Металлург» при поддержке ПАО ММК и депутата Загонодательного собрания Челябинской области Алексея Коваленко. Чем запомнится детский праздник, смотрите далее. Городской курорт стал местом «Притяжение» для сотен мальчишек и девчонок. Здесь развернули большую праздничную программу. Любимые дети, их замечательные родители, бабушки, дедушки, разрешите поздравить вас с уникальным, замечательным праздником, Международным днем защиты детей. Это здорово, что такой замечательный праздник начинается в первый день лета. На сцене выступали творческие коллективы. На площадках по соседству вовлекали в интересные игры. Мальчишкам и девчонкам раздали цветные мелки и предложили нарисовать свое лето. Путешествия по лозе, по озерам, по городам и по даче своей. Желтое солнце светит тут. Вот это Келик Ваген остановился на этом. В лесу хочу отдохнуть хорошо после школы. Игры, конкурсы, танцы и бесплатное мороженое. Первый день лета получился ярким и насыщенным. Мы как многодетная семья, у нас семеро детей, всегда приходим на праздники. На праздники вообще все классно, здорово, нам нравится. Интересные конкурсы, призы разные хорошие. Можно потанцевать, повеселиться. Всех с праздников. Праздник завершился, но впереди детвору ждут три теплых месяца. Лето только начинается. Ольга Аникина, Алексей Абашин, телекомпания «ТВ». Рассказать о достижениях воспитанников и провести мастер-классы. С этой целью представители Федерации КУДО Магнитогорска организовали для юных жителей Левобережья открытую тренировку. Такие спортивные праздники уже стали традицией. Они проводятся ежегодно в День защиты детей. Наша съемочная группа оценила показательные выступления и пообщалась с юными чемпионами. Праздник, посвященный Дню защиты детей, проводимый в спортивном формате, для жителей Левобережья – традиция. Организаторы события, представители Магнитогорской Федерации КУДО уверены, приобщать детей к спорту таким образом необходимо. Цель для детей сделать праздник, привлечь их к здоровому образу жизни. У нас программа существует в КУДО Федерации «Здоровые дети. Сильная Россия». Вот реализовываем эту программу в полном объеме. Своё мастерство юные спортсмены и уже опытные бойцы демонстрировали на татаме. Также гостям праздника рассказали о том, что такое КУДО. Это японское гибридное боевое искусство, которое требует силы, ловкости, внимания. Большое внимание в КУДО уделяется безопасности. В Магнитогорске приверженцев этого вида спорта сотни. Многие из ребят – призеры всероссийских и международных соревнований. Кирилл Рассадников занимается в клубе «Левша» пять лет и довольно успешно, о чем свидетельствуют многочисленные медали. КУДО, говорит мальчик, дало ему многое. Я добился, во-первых, побед, потом силы, дружбы. КУДО учить не только дружить, а еще и помогать, хорошие дела делать. Не менее весомые награды получили в этом году и одноклубники Кирилла Матвей и Захар. Это пояс, который я получил за 20 побед. В борьбе с колен, в борьбе со стойки. Скажи, чем тебе интересно КУДО? Почему ты занимаешься КУДО? Чтоб защищать девочек в школе, чтоб никого не обижали. А есть такие, которые обижают? Да. Захар Васильев свои 20 побед одержал за 11 прошедших месяцев, в КУДО он занимается 7 лет из своих 11. Он очень благодарен тренерам за полученные навыки, а родителям – за поддержку. Выносливый я стал. Мне, ну теперь, все знают, ну как, большинство в школе меня начинают узнавать. Что говорят? Здорово, здорово, здорово. Уважают меня, здороваются. Юра Шилтов, несмотря на свой юный возраст, боец серьезный. Он уже сумел достичь многого. У меня 6, и я учусь на КУДО. У меня 11 медалев. Вот когда ты успел 11 медалей завоевать в свои 6 лет? Где-то год. Расскажи, насколько сложные были турниры? Ну, как сказать, очень сложно. У этого мальчишки огромный потенциал, подчеркивают наставники. Отсюда и результаты. Ну, тут многое зависит, конечно, от родителей, от тренера. Все должны на путь все давать. В любом случае, тренер должен говорить, что не нужно бояться. Соперники такие же, как и вы, детки. Понятное дело, что чем сильнее, тем более вероятно, что ты победишь. Но всегда побеждает тот, кто силен духом. Это в любом случае. А у нас на Димитрово дети очень сильны духом. Самобытные дети, крепкие. Этот спортивный праздник – не просто показательное выступление для юных жителей Левобережья. Это возможность определиться с выбором секции. Летом спортсмены уедут на сборы. Однако уже 1 августа спортивные залы будут готовы принять своих новых воспитанников. Евгения Сылхудинова, Алексей Абашин, телекомпания ТВН. В Магнитогорске продолжается 20-й фестиваль театров малых городов России. Заметной его частью является обширная образовательная программа. Накануне с участниками пообщался композитор, пианист, заведующий кафедрой музыкально-информационных технологий Московской государственной консерватории Артем Ананьев. Артем Ананьев, выпускник композиторского факультета и аспирантуры Московской государственной консерватории имени Чайковского, продолжает работать в стенах легендарного учебного заведения. Доцент кафедры композиции и заведующий кафедрой музыкально-информационных технологий выступил в роли композитора и продюсера целого ряда музыкально-театральных проектов. Он уверен, фестивали, подобные тому, что проходит сейчас в Магнитогорске, где собираются представители самых разных творческих профессий, неизменно способствуют рождению чего-то нового. В своей сегодняшней встрече я хотел бы рассказать вообще, кто такой композитор, что он делает в современном мире, чем он занимается, и как он может взаимодействовать с другими творческими профессиями. Действительно, создание музыкальной составляющей любого театрального произведения, особенно в мире современных технологий, требует вовлечения массы людей. Музыкантов, исполнителей, звукорежиссеров. Зачастую необходимо и самое тесное взаимодействие с постановщиками спектакля. Скажем, в балете ты можешь мыслить что-то одно, допустим, вариация, какой-то образ музыкальной героя ты слепил на пять минут, а бальтмейстер говорит, нет, я сейчас вот три отрежу, а у меня ноги болят у исполнителя, или там балерина после декрета вышла, или еще тогда, и приходится вот как-то, или дирижер говорит, нет, ты знаешь, оркестр, в таком темпе мы не сыграем, или за очень большие деньги. А так, как всегда, больших денег нет, поэтому... Но работа композитора важна не только в театрах опера и балета, или тех, что ставят мюзиклы. На этом сделал особый акцент один из участников фестиваля, художественный руководитель Мариупольского театра драмы Александр Ростов. Сегодняшняя встреча для нас имеет эпохальное значение, поскольку композитор в драматическом театре приобретает все новое и новое, глобальное, я бы сказал, значение. Увеличивается обращение к композиторскому искусству в драматических театрах. В ряде драматических театров возникают музыкальные спектакли. Отношения театра с композитором, как сделать их более плодотворными и избежать подводных камней. Взаимодействие театров со студентами и молодыми композиторами консерватории. Деликатные вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью и плагиатом. Круг тем был довольно широким, так что каждый участник наверняка почерпнул для себя что-то интересное и полезное. Павел Зайцев, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. На фестивале театров малых городов России свой спектакль показал театр из небольшого города участника смотра Кудымкара. Постановка АТ Камипермятского национального драматического театра, номинант на премию среди спектаклей большой формы. С подробностями Елена Ткач. Видза Оланет. Так на языке Коми звучит приветствие. Здравствуйте. В драматическом театре города Кудымкара спектакли идут и на русском, и на Комипермятском. В год 6-8 премьер и неизменно полные залы. Благодаря проекту режиссерских лабораторий в театре появился спектакль режиссера из Москвы Сергея Тонышева. Постановка АТ. История семьи Тарковских, где основой литературного текста стали проза и поэзия Арсения Тарковского. Я очень долго мучился с тем, какой материал сделать именно в этом театре. И как-то я там был на лаборатории, познакомился с труппой, познакомился вообще с театром, с этим. И, ну, я не знаю, мне кажется, это сама атмосфера и то, как бы, из какой энергии это все состоит в этом театре, навело на мысли о поэтическом высказывании. Это было волшебное поэтическое высказывание, сотканное из обрывков детских впечатлений, объемных картин, текстов, музыки. Большое философское размышление, где молодой человек по крупицам пытается собрать, восстановить жизнь своих близких. Понять, кто же он сам и как ему жить свою жизнь. Он не игровой, драматический, как мы привычным пониманием это дело, с этим делом знакомы, да, там, как по пьесам Островского, Чехова, там, или каких-то нам знакомых драматургов. А это в большей степени про жизнь человека, вот, и про то, что прожить жизнь – это чудо. На Межнациональном театральном фестивале «Сообщение-2002» спектакль стал лауреатом в номинации «Лучшая работа художника». И, судя по аплодисментам зрительного зала, эта победа не последняя. Елена Ткач, Георгий Бадаев, телекомпания ТВ. Неожиданно широкий резонанс получил призыв руководителя компании «Евросервис» Евгения Могулевцева к неравнодушным горожанам принять участие в федеральном проекте «Дорога к обелиску». Десятки звонков на горячую линию компании, личные сообщения в социальной сети – яркое тому подтверждение. Буквально накануне от бурьяна забвения была очищена еще одна заброшенная могила фронтовика-победителя. Репортаж Игоря Гурьянова. Еще совсем недавно это было одно из многих заброшенных захоронений, где из-за кустов не было видно даже памятника. Сегодня можно хотя бы рассмотреть лицо бравого красноармейца в лихо заломленной пилотке. Иван Васильевич Тетюра вряд ли при жизни пользовался отчеством, слишком молод был. Специалисты «Евросервиса» свою часть работы выполнили. «Дорога к обелиску» стала чуть шире. Сейчас слово за поисковиками. Вот так выглядит та самая обратная связь. Действительно было очень много обращений по этому поводу. То есть люди откликнулись, очень благодарны им за это. И мы, чувствуя свой долг перед ветеранами, конечно же, готовы взять на себя заботу о тех захоронениях, за которыми ухаживать уже некому. «Дорога к обелиску» далеко не единственный социально значимый проект компании. И он, и другие возможны при одном, но важном условии. На их реализацию нужны деньги, которые в «Евросервисе» не выпрашивают у меценатов, а зарабатывают сами, предлагая самый широкий спектр скидочных пакетов, смягчающих финансовое бремя. Это касается и организации похорон, и благоустроительных работ. От установки полноценного скульптурного комплекса до уборки сухой травы. Мы готовы сделать выгодное предложение по уборке захоронений. То есть можно уборку произвести на захоронении в виде прополки травы всего за тысячу рублей. Тем горожанам, кто решил установить на могиле близкого по-настоящему роскошный скульптурный комплекс, заметим в скобках, собственного производства, тоже следует внимательно послушать менеджера компании. При покупке такого комплекса предоставляется полный пакет по оформлению, то есть включая портрет, текст, какие-то художественные элементы, и полный пакет по установке, включая заливку бетонного основания или фундамента, абсолютно бесплатно. Снимая репортажи о благоустройстве захоронения силами сотрудников Евросервиса, мы не устаем повторять, что делается это прежде всего для сохранения памяти о наших предках, в том числе о подвиге наших предков. И вот во время съемок мы натолкнулись на очень странную колоннаду однотипных конструкций из ржавого уголка и разрушенного бетона. Что это такое? Отгадка была здесь же и выглядела очень некрасиво. В Бурьяне мы нашли вот такую табличку. Это то, что успели перезахоронить со старомагнитского кладбища. Сколько тел осталось под фундаментами девятиэтажек, подсчету не поддается. Что делать с этим, я пока не знаю, но уверен, так быть не должно. Очередной проект Евросервиса рождается у вас на глазах. Ну, пока еще я не могу предположить, да, мы только сегодня с вами об этом проговорили. Ну, у нас заходит на практику группа дизайнеров с нашего горного института. И я думаю, что в качестве практики я им дам такую задачу, чтобы они предложили нам различные проекты, а мы потом уже выберем и сделаем, которые нам больше понравятся, тот и возьмем в работу. Мы, в свою очередь, обязательно расскажем, как здесь изменится ситуация. А она изменится. Игорь Гурьянов, Олег Карпенко, телекомпания «ТВИН». И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете в наших группах, в социальных сетях и на нашем сайте. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok